Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 33. Первое послание к Арифинам, 4 глава, 11 стих. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Толкование блаженного Феофилакта. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, как вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят, мы бегаем. Это против богатых. Мы едем дорогой, и вдруг смс к нам сбрасывает один священник. Давно он нас знает, уже лет 30. И говорит, как только дохожу до места, Павел, более всех в трудах был, мы нищие, обогащаем. У меня мыслей никаких нет. Я сразу думаю, что это только о вас говорится. То есть вот это уже что-то это значит. Сними ее оттуда, ей прыгать трудно. Что она так? Туалет хочет, конечно. И пусть открыто будет. Ну давай. Первая Коринфянам 4 глава 12 стих. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Толкование блаженного Феофилака. Этим приводят в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. А их сегодня не стыдишь даже нисколько. Я вот этим сказал, Роспотребнадзор. Ну гляньте, кто перед вами-то стоит. Глаза закатили. На машинах приехали, полиция. Ну гляньте, какой сморщок-то стоит. Как вам не стыдно? Войну объявили, то, другое. И вы ничего со мной не сделаете. Не сделайте, не закройте. Я им прямо тут же в глаза говорю. А то особенно они приехали. Подполковник, там, милиция, полиция. И ничего не сделали. Почему? У меня такая вера, что им никогда не преодолеть. Я помню, когда я сидел здесь еще в КПЗ. В это время пришли три кандидата наук. Следователь привез, и меня допрашивают. А потом мы говорят, да, какой у вас крепкий стержень. А я про себя думаю, да вы бы на воле мне попались-то. Я бы с вами не так разговаривал-то. А тут я каждое слово умеряю, потому что у меня вместо 190 прим 70-я статья увеличивает два раза срок мне. Я вот о чем думаю-то. Мне то... Поехали. Толкование. Эти приводят в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего, мы и не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которых злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды, что значит хуление, то есть жесточайшая обида. Молим. То есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление, то есть речь кроткая. Я могу спросить, нападает на Кемерская епархия, Новокузнецкая, Тульская, там какие перечислять могу. Но Мирянин, возьмите, возраст, все остальное. Где нападают специальные? В студии сидят там Самсонов, председатели там миссионерских отделов, Дудина, Тесс Сергий, там еще какое-то. И все это сидят, судят из Филадельфа, из Коротовски. Я тут же, рядом, меня никогда не допускают. А обо мне вся передача против меня. И смеются, и хохочут сидят. То есть неверующие, безбожники. Вот сидят, сидят трое, беседуют. И прошло время, а это-то все осталось перед Богом. Если бы вы Бога-то знали. А я против них составляю ролик. А зачем они мне нужны? У меня времени нет. Мы вот один ролик вчера не успели записать. Я сегодня вечером вчера не успели. Утром нет. Я вокруг Никиты уже толкуюсь. Мы ножники. То есть у нас норма всегда утром записать два ролика, там, толкование блаженов и филадов. У них-то ничего этого нету. Нету, у них вообще ничего нет. Он 30 лет на служении, и он ни одного ролика не записал с толкованием для людей. А мне Господь позволил насчитать. 12 томов златоуста, 12 томов жития святых. Это, представьте, полный комплект. Каждая пленка 375 метров. Пленка катушки тогда назвались. Это 8 часов 20 минут. И чтобы раскрутить 250, 250. Это невероятно. Катушек, это полный комплект насчитанного мною. Да когда-то заказывают, 250 записать на 4 дорожки. Вообразите, что это такое. Но я-то не один экземпляр издаю, а 100 экземпляров. Теперь умножь на 10. 2500, это уже 25 тысяч. И это все тонн студии в домашних условиях на 12 квадратных метров. Неужели вам не понятно? Я не считаю, это ни подвиг, ничего. Но собирается здесь епископ, приезжает, архиерея. А опять же, обо мне только рассуждают. А у всех на руках златоулы, жития святые, Библия мной насчитана. Я для всех приготовил. Они купят все и слушают. Но зависть съедает. Я только захожу. Вы знаете, что вас сейчас везде слушают. А к вам гордость не подходит. Или гордыня и прелесть. Это главное слово. Да мне к чем об этом думать? У меня зуб болит. Ну ладно. Я в Киеве. В это время подскакивают ко мне японцы. Меня потащили за руки и сфотографировались в Японии. А там перепечатала австралийская газета, допустим. Мне сообщают, что от этого, когда у меня зуб болит-то? А гордыня? А как? У меня гордыня будет. Да мне некогда думать. Пошел вперед. Да до того смешно это в этой жизни. Нарочничная. За такое-то поведение почитают христиан безумными. 1 Коинфонам, 4 глава, 13 стих. Хулят нас мы молим. Мы как ссор для мира. Как прах, всеми попираемый до ныне. Да. Толкование. Что такое ссор? Все, что выметается или стирается как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называет ссором. Это же значит и прах, всеми попираемый. Ибо попирают то же, что обратить губкой. Итак, апостол говорит. Мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за ссор не только вы, но и весь мир, и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должно быть христианину. Заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. Вот если их печатают в своих журналах, старковных, передах герем. Ну вы себе-то ничего не можете применить-то. Ну маленько хотя бы так вот гляньте. И одно слово вас не касается-то. То, что толкует блаженна феофилакт. Как они что, мертвые совсем или не считают, или не понимают. Воображения-то никакого нет. Ну войди в это, я хочу, чтобы это было обо мне. И ты не получишь этого. Не получишь. Вас почитает батюшка, отец, благослови, благослови. А меня гонят. Мне это положено. Это великая награда. Когда сейчас все храмы будут разрушены, примерно сказать. С чем вы представите, у вас ничего нет. Ничего. Совершенно. И вот мои труды, книги затребовали где? Одесский монастырь. Дальше сообщают мне. Почаево начали исследовать ваши книги, профессора. Теперь там в Москве, Сергий Радонежский, там это где-то. Ну я представляю. Проходит год, два, три, четырнадцать лет, и нигде ничего нет. То есть для чего? Чтобы загнать меня экстремистски или еретически. Ну нету ни одного, хотя бы одно слово, одно слово какое-то где-то. Никак. Но книги, чтобы нигде никто не считал. Почему? А он о нас положительно не отзывается. Да пороку Михею говорили так. Ахав не любил его. А я и не думаю, что это плохо или хорошо. Так Бог сказал, я и говорю. У меня вообще нету, чтобы смотреть, а как они там реагировать будут, а как меня гнать за эти слова будут. Андрей Курак правильно говорит. Если Игнатий бы не обличал священцу, к нему отношение было бы совершенно другое. А они не знают этого. Ну я представляю, как они сидят тут, просчитали. Ну и как ты думаешь, еретик? Да нет, тут и служба идет по-нашему. Все одинаковое. И смотри, как он жития святых любит. Ну как же он такое говорит? Дворкину отдали на исследование моей книги. Дворкину. Главный сектовед. То есть главное трепло. И он тоже ни одного слова сказать не может. Понятно? Ничего не может. Только одно натравить Роспотребнадзор. И слышали, как они заколготели? Роспотребнадзор на лагерь натравить. Это в прошлом году, ну вот в прошедшем году, на рождественских чтениях в Москве. Мне оттуда аудиозапись поступила с их, ну как сказать, шабаша, на котором они собираются. Рождественское всемирное чтение. Один ролик там, тема выступает против Масленникова Сергея Михайловича, кажется. А другой против меня. Давай. Упадешь. Дернулся. Вы тоже давайте мне простору немножко. Ничего не помогает молитва. 4.14. Ты же чуть не упал со стула, то не дай бог. Так вы как разойдетесь на тихо. Я забыл, где я что нахожусь уже. Ну да ладно, да давай. 1 Коинфянам 4.14. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Толкование. Не к постыжению вашему говорит, и не злым, и ненавистным намерением говорю. Это, ну как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что я оскорбительна, ибо это от любви. И не сказал поношу, но вразумляю. Кто же не перенес вразумление отеческого? 1 Коинфянам 4.15. 1 Коинфянам 4.15. 1 Коинфянам 4.15. 2 Коинфянам 5.15. Непогрешимая греховность, большой буквы. 1 Коинфянам 4.15. 2 Коинфянам 4.15. Что же скажете вы? Другие разве не любят вас? 3 Коинфянам 5.15. 3 Коинфянам 5.15. Любят говорить, но не так, как я. 4 Коинфянам 6.15. Ибо они наставники, а я отец. То есть от кого духовно родился Только тот отец И поэтому название отец такое-то Если ничего нет Это фальш одна Фишка, пустой звук Ой, как любят отец У нас тут было одного Только поставили священника Он нам подходит и диакону А диакон Я могу фамилии называть Все, но неудобно даже Он сразу утром подходит Сразу целую руку Вот так вот в алтаре ему Он как кадила с углями развернул Его как ахнул Кадилом с углями А тогда был Маседич Антоний Но Антоний его запретил на время Говорить даже неохота Но и он меня, Антоний, встретил Так этот человек, тот я поставил Он же монашество принял в диакон Так как же так-то Я говорю, а вы меня спросили? Он у меня в лагере был ребенком еще Я его выгнал оттуда Что вы хотите? А он теперь сделался известный на весь мир артист Открой и включи Оперу Князь Игорь Бородина играет Как он поет там И мы были у него Это талант И будет он Руку целует Он хоть глянул бы, кто перед ним стоит Он его этим Кадилом полом Как там отшарахнул В алтаре Угли по сторонам Углей на голову Ну, брат ты мой Это наше православное Толкует Евангелие Итак, у детей Хотя один бывает отец А наставников может быть много Однако их расположение к детям Всех вместе Гораздо менее В сравнении с любовью К ним одного То есть отца У меня на занятия ходят Я ваше духовное чадо Записку пишет Там другое По интернету Знать не знаю Нарожал и не видал Как Во сне что ли нарожал А как Я благодаря Я совершенно не верующий был Листик там там был Я имею конкретное представление Вы представьте Вы мое оправдание Вы печать моего апостольства Во Христе Иисусе Я помню тогда был там Кирилл Сергий Лаври Очень такой почитаемый Кирилл Ну и разговаривались Он говорит Вот Если через кого бы 12 сектантов пришло Православие Это уже настоящий апостол Сегодняшний день А мне так смешно Сделать 12 Но у меня за один раз 40 пришло только За один раз 32 человека пришло Один Как они считают Они знают Это великое дело Это дела миссии Подлинные И это мне говорит Почитаемый православие Это духовные отцы Кирилл Я с ним беседовал Это у вас так люди приходят А что тайна какая-то Понятия не имею Я просто рассказываю Это означает Бог меня избрал Быть миссионером Духом святым Проникать в души людей Нужный стих писания Найти для него Чтобы он Расслышал голос Духа святого Чтобы забыл меня Я могу разговаривать Через ширму Чтобы не говорить Своей фамилии Так это еще эффект Больше будет Моей проповедью Больше всего мешает То что я живой Запомните это Меня не будет По другому будет Конечно Волчья стая вылезет Но и охотников Будет больше Давайте Заметь Между прочим Слова во Христе Приложил к наставникам Это для того Чтобы не совсем Поразить их Впрочем Хотя Приписывал им Наставникам Более трудное Ибо такова Должность наставника Но превосходство Любви Предоставил самому себе Объясняя Таким образом Он отец Говорит При содействии Христа Я родил вас Благовествованием То есть Не себе в меня Это дело Как многие между вами Но Христу Не сказал Я научил Но родил Указание на естество Показывая любовь свою к ним И то Что они самые близкие Ученики его С мусором С женой Мулы Разговариваю Тут по скайпу Я посчитал На раз 30 Меня во время беседы Только назвала Отец Игнатий По городу идем Центральный город Его государство Баку И она Учитель приехал Ко мне Отец мой приехал Вот Ну и вот Пожалуйста Вам доказательства Одного они стреляют В храме Убивают Мусульмане Работают А меня в этом С мулами По другому смотрят И не убили Хотя говорили Вам живым Не вернуйтесь оттуда Ничего подобного Я увидел Мулы у них Прекрасные люди Так 1 Коринфянам 4 глава 16 стих Посему умоляю вас Подражайте мне Как я Христу Толкование Подражайте Говорит во всем мне Не мудростью Не богатством Не превозноситесь И не враждуйте Против братьев Но полагайте И мудрость И богатство В любви К Христу И к братьям Заметь доброту сердца Он умоляет А не повелевает А предлагать Самого себя Вообразиться Для подражания Это знак Великого дерзновения 1 Коринфянам 4 Предлагать себя Я находился В епархии Ты держи то место Сразу складывай Пошел спать До 2 минуты Уже отрывается Не закрывай Держи прямо глазами На этом Да я не могу Так долго В епархии сидим Благочинные собрались Секретарь епархии Я к ним обращаюсь Скажите Вы хотели бы Подражать мне Быть похожими На меня Я их знаю Что они всегда Завидуют А если вы Меня спросите И мы Как чумы болотные Вас Страшимся И боимся Вам нужны Только деньги Больше ничего Не надо Ни талант Человека Ни душа Ни его успех Ни то Как Бог Благословляет Ничего Этого вы не знаете И вам это не надо А сколько Получаете Пошел вперед 1 Коринфянам 4 глава 17 стих Для сего Я и послал К вам Тимофея Моего возлюбленного И верного В Господе Сына Который Напомнит вам О путях Моих во Христе Как я учу Везде Во всякой церкви Толкование Блаженного Фифилакта Потому Говорит Что я пекусь О вас Как о детях Послал к вам Тимофея Я сам хотел Прийти И восстановить Мир между вами Но поскольку Не могу Исполнить этого То послал Его Моего возлюбленного Сына Сказал это Для того Чтобы показать Как любит Их Когда решился Для них Разлучиться С Тимофеем А вместе Для того Чтобы внушить Им уважение К Тимофею Верного В Господе То есть Не в житейских Делах Но в делах Веры Христовой Посему И в том Что касается Вас Оно будет Служить Верно И сказал Научит Чтобы не Оскорбились Ибо Тимофей Был юн Но напомнит То что вы Уже прежде знали Возобновит Вашей памяти Путями называет Соединенные С проповедью Распоряжение Правила Обычия Законы Божественные Воспоминю то Как я веду себя Именно Не надмиваюсь Как вы Не ввожу Раз При разделении Во Христе То есть В этих путях Нет ничего Человеческого Но все Во Христе Или совершается При помощи Христа Тимофей Скажет Вам и то Как я учу Во всякой церкви Ибо я вам Не сказал Ничего нового Напротив Всем преподаю То же самое Устыдитесь же Что вы Одни из всех Церквей Уклонились От путей Моих 1 Конимфянам 4 глава 18 стих Как я не иду К вам То некоторые У вас Возгорелись Толкование Сказав Я послал К вам Тимофея Для предупреждения Того Чтобы они Не сделались От сего Беспечные Присыпок купляет Хотя сам Я не иду Теперь И мое Отсутствие Подало Некоторым Повод гордиться Но По этой Именно Причине Приду Впоследствии Показывает Детскость Их мыслей Ибо только Детям Свойственно Вести себя Бесчинно Когда нет С ними Учителя Кто Кто Же Эти Возгордившиеся Сообщники Прелюбодея Который И мудр Был И богат И просто Все Которые Превозносились Мудростью И богатством Они То и гордились Как будто Бы не было Павла Для их Обличения 1 Коринфянам 4 глава 19 стих Но я Скоро Приду К вам Если угодно Будет Господу И испытаю Не слова Возгордившихся А силу Толкование Этими словами Низлагает Гордых И возбуждает Их Трезвению И хорошо Присовокупил Если угодно Будет Господу Ибо Все происходит По его Мановению 1 Коринфянам 4 глава 20 стих Ибо Царство Божие Не в слове А в силе Толкование Коринфяне Надеясь На красноречие Презировали Павла Как человека Не ученого Посему Он говорит Буду смотреть Не на красноречие Ваше Ибо оно Не нужно Но на силу Обнаруживающуюся В знамениях Ибо Царство Божие Проповедано И утверждено Не пышностью Слова Но знамениями Совершаемыми Силой Святого Духа Как это Павла Как человека Не ученого Это в их глазах Павел Был не ученый Это ученейший Человек В то время В Римской империи Почему ему Даже правитель говорит Большая ученость Доводит тебя До сумасшествия А это Не ученый Он такой Он неграмотный Пожалуйста Я неграмотный Вот если сказать Я неграмотный Но когда едем Дорога Я светлый В поездах Все время Спрашивают А что вы заканчивали Ничего Ладно Ничего Папаи в рогожке Видать То есть Как ты не оденься Тебя будет видно Я действительно Ничего не заканчивал Но учился Всю жизнь Непрерывно учился Итак 1 Коринфянам 4 глава 21 стих Чего вы хотите С жезлом Прийти к вам Или с любовью И духом кротости Толкование С жезлом Называет наказание И так говорит От вас зависит С тем или другим Прийти мне к вам Если останетесь Беспечными То я приду И накажу вас Как и лиму Деяние 13 глава С 8 по 11 стихи Если же отрезвитесь То поступлю с вами По духу кротости Есть в нем И дух строгости Наказания Но он Именует его С лучшей стороны Подобно тому Как и Бога Называет Щедрым и милостивым А не карающим Хотя он на самом деле И таков 1 Коринфянам 5 глава 1 стих Есть верный слух Что у вас Появилось блудодеяние И при том Такое блудодеяние Какого не слышно Даже у язычников Что некто Вместо жены Имеет жену Отца своего Толкование Обвиняет всех вообще Чтобы не предались Беспечности Считает себя С чуждыми Сего греха Но напротив Старались Исправить его Как бесчестие Общее И не сказал Бесстыдно совершается Но есть верный слух Если же запрещено Даже допускай До слуха Такое преступление Не гораздо ли Более бесстыдно Совершать оное Тем более Тем более у вас Которые удостоены Духовных тайн И далее Усиливая обвинение Говорит Какого не слышно Даже у язычников Не сказал Бывает Но не слышно Что некто Вместо жены Имеет жену Отца своего Не сказал Мачеху Но жену Отца своего Чтобы Напоминанием Об отце Сделать удар Сильнейшим Далее Стыдясь Произнести Имя Прелюбодеяния Употребил Выражения Более благопристойные Иметь 1 Коринфянам 5 глава 2 стих И вы Возгордились Вместо того Чтобы лучше Плакать Дабы Изъят Был из среды Вас Сделавший Такое дело Толкование Гордитесь Учением Того блудника Ибо он был Мудр Заметь Мудрость апостола Он нигде Не обращает Своего слова К блуднику Как человеку Бесчестному И недостойному Того Чтобы Выводить его На среду Но говорит С другими Как об общем Преступлении Следовало бы Говорит Плакать Потому что На всю церковь Распространилось Поношение Следовало бы Слезно молиться Как о болезни И заразе Дабы Изъят Был из среды Вас То есть Да оттечется От вас Как зло Общественное Опять и здесь Не упомянул О имени блудника Но сказал Сделавший Такое зло Интересно Андрей Кураев Пишет Когда Там Семинаристов Домогался Их преподаватель Все доказано Сознали И сто другое Но только Плакать со слезами Нет Теперь Бросили до самого верха Чтобы только Защитить его Ну Ворон Ворону глаз Не выклинил С одного места Сразу пригласили Его в другое Он там нужен 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 он там До спанья И ни стыда Ни совести Ничего нет Он должен быть Извергнут Навсегда Содомит Не говорю уж о том Что он должен быть Сожжен Сегодня Другая эпоха Такую мерзость Расплодили И Андрея Кураева Долго Это он то при чем А то что сказал Кабы он не осветил Прожектором то Его бы не увидели Что они творят Лежат здесь делают Виноват тот Кто осветил Так Толкование Гордитесь Учением Того блудника Ибо он был мудр Заметь мудрость Апостола Он нигде Не обращает Своего слова К блуднику Как человеку Бесчестному И достойно тому Чтобы Водить его на среду Но говорит с другими Как об общем преступлении Следовало бы Говорит плакать Потому что На всю церковь Распространилось поношение Следовало бы Слезно молиться Как о болезни И заразе Дабы изъят был Среды вас То есть Да отсечется от вас Как зло общественное Опять и здесь Не упомянул О имени блудника Но сказал Сделавший Такое дело 1 Крифинам 5 глава 3 стих А я Отсутствие телом Но присутствие у вас Духом Уже решил Как бы находясь у вас Сделавшего такое дело Толкование Заметь негодование Не позволяет Дожидаться Своего предбытия И потом уже Связать блудника Но спешит Остановить Зло Заразу Прежде Нежели Оно распространится На все тело Церкви Присутствие у вас Духом Сколзал Для того Чтобы Понудить их К произнесению Приговора И вместе Устрашить Тем Что он знает Как они будут Судить там И что Дух То есть Дар Прозрения Откроет ему Все Что они Не сделают Словами Уже решил Как бы находясь У вас Не позволяет им Предпринимать Что-либо Другое Ибо Я Говорит Произнес Приговор И иначе Быть Не должно 1 Коринфянам 5 глава 4 стих Собрание Вашем Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Обще С моим Духом Силою Господа Нашего Иисуса Христа Толкование Чтобы Не показаться Гордым И их Принимает Сообщники Ибо Говорит Собрание Вашем Во имя Господа Нашего Иисуса Христа То есть Так Чтобы Собрание Было Составлено Не по Обычию Человеческому Но по Богу Чтобы Сам Христос Собрал Вас Во имя Которого Вы Собираетесь Между тем Апостол Поставил Над ними И дух Свой Чтобы Они Не удостоили Блудника Прощения Но Судили Справедливо Как Присутствие Апостола 1 Коринфянам 5 глава 5 стих Придать Сатане Во Измождение Плоти Чтобы Дух Был Спасен В день Господа Нашего Иисуса Христа Толкование Смысл Двоякий Или Такой Христос Может Дать Вам Такую Благодать Что Вы Будете В Состоянии Придать Блудника Сатане Или Такой И сам Христос Вместе С вами Произнесет Осуждение Наблудника И Не Сказал Отдал Но Предать Прикровенно Отверзая Для него Двери Покаяния И Здесь Опять Не Упомянул Имени То Есть Предать Для Того Чтобы Сатана Изнурил Его Болезнью Ибо Поскольку Похоть Рождается От Пресвещения Тела То Апостол Хочет Наказать Это Тело Чтобы Дух То Но Должно Признавать Что При спасении Души Спасется И Тело Ну Где Третье Счастье Ни разу Нигде Не встречается Душа И тело Нет Дух Душа И тело Ну Дух Так Что Отдельно Субстанция Какая Это Это Настроение В котором Находится Человек Прославление Бога Было Ничего Не понимает И Спорит Весьма Кстати Напомнил О дне Суда Чтобы Коринфяний Убоявшись Предложили И вращевание А блудник С таким же Расположением Принял Оно Полагает Предел Действиям Дьявола Подобно Тому Как было С Иовом То есть Позволяет Ему Касаться Только Тело А не Души 1 Коринфянам 5 Глава 6 Не о чем Вам хвалиться Разве Не знаете Что Малая Закваска Квасит Все Тесто Толкование Намекая Что Они Сами Не Допускали Блудника До Раскаяния Ибо Похваляли Сим А он Был Из Числа Их Мудрецов И О вас Говорит А не О нем Только Забочусь Я Ибо Зло Если Оставить Оное Без Внимание Может Заразить И остальные Члены Церкви Закваска Сама В себе Малая Заквашивает Все Тесто И предлагает Оное В саму Себя Так И грех Всего Человека Увлечет За собой Многих Других Все Слава Боже Других Других